Около 2 миллиардов рублей в 2013 году будет направлено на развитие спортивной базы края. В настоящее время заканчивается доработка проектной документации. Вопрос развития спортивной материальной базы Хабаровского края, в том числе в образовательных учреждениях, является одним из ключевых. Спортивные площадки, сооружения, их оснащение, доступность – это основа построения целостности системы физического воспитания, рассказал председатель комитета по спорту правительства края Семен Экшенгер. Сегодня на территории края достигнута максимальная загрузка всех спортивных сооружений, и это является одним из факторов, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли. Некоторые спортивные объекты не соответствуют современным требованиям и стандартам. Чтобы максимально обеспечить потребности населения, на реконструкцию и строительство новых спортивных объектов за последние три года было направлено около 3 миллиардов рублей, из которых 550 миллионов – средства федерального бюджета. Правительством Хабаровского края сфера физической культуры и спорта определена одним из приоритетных направлений в социально-экономическом развитии региона. С 30 апреля по 2 мая в Центре внешкольной работы «Созвездия» будет работать Краевая школа подготовки вожатых летних лагерей. Для обучения приглашаются студенты вузов, техникумов, колледжей, учителя школ, педагоги детских оздоровительных учреждений и учреждений дополнительного образования Хабаровского края. Трехдневная программа позволит освоить правовые основы деятельности вожатого, получить рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению детей разного возраста, изучить методики проведения мероприятий, игр, вечерних огоньков, лекций и бесед. По данным Краевого Минобернауки, участников школы также ждут практические занятия по организации коллективной творческой деятельности подростков и мастер-классы. По окончанию школы начинающие вожатые получат специальные свидетельства. Стоимость обучения 550 рублей. Оплата производится в день регистрации 30 апреля с 9 до 9.30 часов по адресу город Хабаровск, улица Тихоокеанская, 75. Вечером в воскресенье пожарным отдыхать не приходится. Возгорание деревянного дома в поселке Известковый привело к гибели пожилого мужчину, сообщили информационным агентством Омурпресс пресс-службе гражданской обороны чрезвычайных ситуаций по Хабаровскому краю. Около пяти часов вечера в воскресенье на пункт связи пожарной части номер 23 поступило сообщение о пожаре в двухквартирном одноэтажном деревянном жилом доме по улице Новая 6 в поселке Известковый Амурского района. На момент прибытия пожарного подразделения горела веранда, крыша и стены дома на общей площади 51 квадратный метр. В 17.59 загорание локализовано, в 19.48 ликвидировано. На месте пожара обнаружен погибший мужчина 1957 года рождения. Причина пожара и обстоятельства гибели человека устанавливаются. В среду на свое очередное заседание соберутся члены Постоянного комитета по законности и социальной защите населения Законодательной думы. Как сообщили Восток Медиа, в пресс-службе парламента планируется рассмотреть четыре вопроса, в их числе законопроект о присвоении звания ветерана труда Хабаровского края, который будет обсуждаться депутатами во втором чтении. Напомним, что этот документ разработан правительством края. По задумке его авторов, он станет продолжением закона о наградах Хабаровского края, утвержденным на январском заседании думы. Предусматривается, что звание ветеран труда Хабаровского края будет присваиваться тем, кто уже является обладателем одной из трех наград. Это звание почетный гражданин Хабаровского края, почетные знаки за заслуги перед Хабаровским краем или родительская слава Хабаровского края. Претендент на присвоение этого титула должен проживать в регионе и после выхода на пенсию иметь как минимум 25-летний трудовой стаж для мужчин и 20-летний для женщин. Будут у обладателей почетного звания и льготы. Это внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи в краевых государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, льготное зубное протезирование и льготные транспортные услуги, 50-процентная скидка на оплату жилья и коммунальных услуг за пользование домашним телефоном и коллективной телевизионной антенной. По расчетам бюджетные расходы на реализацию ветеранского закона составит примерно 440 тысяч рублей в год, исходя из предложения, что звание ветеран труда Хабаровского края будет ежегодно присваиваться 21 человеку. По 7 кандидатам, носящим титул и почетный гражданин Хабаровского края, почетные знаки за заслуги перед Хабаровским краем и родительская слава Хабаровского края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова